Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 344 серию, добро пожаловать! По идее и по логике эту серию по очереди я должна была играть в другой семейке, в семейке Глории, но у меня остались незаконченные дела в этой семье, поэтому сегодня мы немножко поиграем Дугласом. Так, Дуглас, стоять, нет, ты спать у нас не пойдешь, давай ты у нас освежишься, да, освежись немножко. Я в прошлой серии хотела, чтобы Дуглас отправился к Вике, но, к сожалению, не успела этого сделать, потому что, как обычно, все затягиваю, и поэтому он у нас сейчас туда отправится. Давайте мы его переоденем, он у нас оденется по-красивому, не в пижаме, что он в гости пойдет, вот, чтобы нам ему одеть такое, в принципе, одежды у него не так много. Давайте оденем вот эту его рубашку черную. Вот, он в прошлой серии поговорил с папой, а Даррен ему сказал, что он его поддерживает всячески. Давайте пусть они еще немножко попереговорят, давайте вот выдаст он тайну, ему скажет, пап, ну, мне очень нравится эта девушка, и, ой, ну, в общем, он скажет, что, ну, мама совсем меня не понимает и не хочет понимать, в общем, поддержи хоть ты меня. Кстати, давайте сделаем фотографию, вот так, пусть они обнимутся, и фотоаппарат, да, есть у Дугласа фотоаппарат, давайте пусть он с папой сфотографируется на память, хоть папа уже и призрак, но все равно. И Дуглас отправится в гости к Вике, потому что я хочу кое-что сделать, ну, в общем, увидите. Вот, еще в прошлой серии намеревалась, но, блин, ну, Блейк, ну что это такое, ну, чего ты нам все ломаешь, взял бы и починил. Так, давайте сделаем фотографию, как обычно, две больших, две средних и одну маленькую, потом, потом где-нибудь повесим. Хотя у Дугласа есть фотографии с папой, но лишнее не помешает, они уже оба в очках у нас. По-моему, та фотография, где Даррен и Дуглас вместе, там еще наш Дуглас не носил очки, да. Он еще у нас был еще совсем молодой, маленький мальчик, тут он подросток, и очки он тогда не носил. Вот, сейчас он уже стал постарше, много книг читает, вот, журналист. Кстати, ему там на работу скоро, блин, 4 часа на работу, поэтому нам нужно срочно все делать, чтобы успеть еще и на работу. Я выбираю действие отправиться. Я не знаю вообще, как отреагирует Вики, потому что у нас 6 часов утра, вот, мы придем к ней в 6, и она, может быть, будет этому не очень довольна. Ну, я надеюсь, что она не выгонит нашего Дугласа, потому что она его, ну, я надеюсь, любит. Вот. Так, ребят, я не совсем поняла юмора. Только что вылезло сообщение, что нам пришли счета на 7 тысяч симолеонов. Я не поняла прикола, потому что, если вы смотрели прошлую серию, мы же там оплатили счета, их было 7 тысяч. Как нам через день, на следующий день пришли опять счета? Я надеюсь, что это ошибка, ну, блин. А, это я играла в другую семью, это я дачу сейчас выбираю, начитарила много денег, чтобы можно было все дачи ставить. Я не поняла, что это такое, откуда, ну, это вообще не наш почтовый ящик, откуда такие деньги к нам опять пришли, и у меня сейчас осталась сумма как раз четко под дачу. Я ее вот собираюсь, уже выбираю, выбираю, уже почти выбрала, вот, и, как бы, если я сейчас заплачу 7 тысяч, то на дачу мне не останется. Это что вообще за беспредел? Если вы не заплатите, в течение 48 часов мы отключим все коммунальные услуги. Вообще офигели, я не знаю, что это значит. Так, ладненько, давайте мы постучим в двери. Я думаю, что когда вернемся домой, может быть, это написано будет, что это ошибка, или, может быть, это Вики пришли с счета, хотя вряд ли бы нам тогда об этом писали. Так, Вики, ты вообще дома? О, Вики, ты где? А, она кушает все, Вики, это хорошо. Давайте мы с ней пообщаемся, сразу же подарим розу. Да, наш Дуклас где-то в 6 часов утра купил розу какую-то и несет, чтобы ей подарить. Вот, у нас, в принципе, работа, поэтому времени много нет. Давайте с ней пообщаемся. Ой, нужно скрины делать, скрины, скрины, а то я все забываю. И потом скринов очень мало, а это память. Вот, давайте сделаем несколько скринов. И сюда мы пришли не просто так. У меня есть кое-какие замыслы. Я хочу сделать действие, зачать ребенка. Вот, я бы, конечно же, не знаю, там ее поцеловала бы, еще бы что-то сделали бы мы. Но дело в том, что я боюсь, что тогда Дуглас опоздает на работу, а ему опаздывать нельзя, потому что он у нас должен получать повышение. Я хочу, чтобы он стал крутым журналистом. Так вот, в общем, ну, как бы Дуглас, понятное дело, что он не пришел сюда именно планировать ребенка. Он пришел, потому что он любит Вики, и он хочет быть с ней. Вот, просто, вот, не знаю, пошел к ней в гости, с мамой поругался вечером, и сегодня пришел к ней с утра. С утра пораньше с папой поговорил, Даррен его ободрил. И, в общем, как бы Дуглас пришел, чтобы Вики успокоить, сказать, чтобы она не переживала, что все равно они будут вместе, даже если это Лили, это не будет нравиться. Вот, я очень хочу, чтобы просто Вики забеременела, вот, и тогда, и тогда, может быть, Лили как-то, не знаю, смирится с тем, что, ну, как бы, может быть, она захочет внуков. Ну, посмотрим, будем смотреть по ситуации, и, может быть, она тогда примет Вики, хотела сказать, Викторию. В общем, будем смотреть, давайте пошлем ей воздушный поцелуй, ну, и теперь можно немножко прообщаться. Теперь уже сделали это действие. Кстати, я не знаю, может быть, она даже не забеременела. Да, вдруг она не забеременела. Давайте мы сделаем на всякий случай еще раз это действие. Вдруг, правда, не получилось. Надеюсь, что получилось. Вот, и тогда я надеюсь, что Лили узнает о том, что Вики беременна, и, может быть, она сменит гнев на милость и все-таки примет Вики и разрешит Дугласу жениться, вот, и, может быть, даже разрешит жить ей. Ну, конечно же, я думаю, что жить разрешит, если разрешит жениться. Ну, в общем, ребята, планируем мы шестое поколение. Да, вот, я очень надеюсь, что ребеночек будет красивый. Я надеюсь, что он будет не копией одного из родителей. И я очень хочу, чтобы он был смесью, чтобы у него были и черты лица папы, и черты лица мамы. Вот, чтобы не было копии именно одного из родителей, чтобы была такая смесь, потому что это всегда намного интереснее. Вообще, генетика у них красивая. Если вы смотрели мой подкаст, где я делала детишек, то вы видели, что довольно-таки очень симпатичные дети получаются у Дугласа и у Вики. Вот, и я думаю, что красивый у них будет ребеночек. Очень я хочу мальчика. Да, ребята, она беременная. Офигеть. Интересно, она пойдет ему? А, она, наверное, сама еще не знает. Она не может ему рассказать. Это мы знаем, потому что увидели значок по гремушке и знаем. Но Вики еще об этом не знает. И узнает она через сутки. Узнает она завтра в субботу в 8 утра. Да, у нее вырастет животик. Это будет начало, по-моему, второго триместра. Да, я не помню уже. В общем, тогда у нее появится животик. И тогда как бы все узнают. И Дуглас. И тогда я хочу об этом сообщить Лили. То есть через серию. Вот, чтобы Лили тоже об этом узнала. И посмотрим, как она на это отреагирует. Потому что сейчас она против, конечно же. Она не хочет, чтобы Дуглас вообще встречался и общался с этой девушкой. Ну и посмотрим, что она будет делать, когда узнает, что Вики ждет ребенка. Может быть, она все-таки пожалеет. Она захочет жить вместе с внуком, нянчить внука. Потому что... А почему я это делаю так срочно? Так, все, мы Дугласа отправляем на работу. Потому что Лили у нас скоро, к сожалению, умрет. Я поставила продолжительность жизни на обычную. Так, где ее возраст. Вот. И по идее она там через серии... Ну, не через серии, неправильно я сказала. Через 5 где-то симских дней она должна умереть. И нам нужно еще 3 симских дня, чтобы ребенок родился. Ну, то есть, как бы, чтобы она его хотя бы подержала на руках. Вот. Нужно уже делать действие, защищать ребенка. Если мы немножко помедлим, еще 2-3 дня, и просто Лили не увидит внука. А мне бы хотелось, чтобы она увидела. Потому что вообще очень редко у нас в Теккеленбурге доживают до своих внуков. Я обычно тяну, к сожалению, да, тяну с рождением детей. Поэтому не всегда им удается дожить до внуков. И это было один только раз всего лишь, когда родился Даррен. Вот. У него была и бабушка у него была, и дедушка. Маркуша тогда еще был жив. Венди тогда была еще жива. Вот. После этого у нас, к сожалению, до внуков никто не доживал. Ну, насколько я помню. По-моему, больше не было таких случаев. Вот. И я надеюсь, что в этот раз будет опять. Ну, нам повезет. И Лили доживет до внука и поддержит его на руках. Я очень хочу, чтобы это был мальчик. Ну, это лично мое такое пожелание. Мне хочется. Потому что Даррен у нас очень красивый родился. И Дуглас тоже симпатичный. И вот мне хочется, чтобы родился дальше следующий мальчик. И, в общем, будет классно. Так, ребят. Ну, вообще этой семейки я не планировала сегодня играть. Поэтому мы сегодня перейдем в другую семью. Так, Лили у нас ничего не подозревает. Она не знает о том, что она уже скоро станет бабушкой. Давайте, кстати, вызовем ремонтника. Нанять мастера по ремонту, чтобы пришел нам все починил. А вот Лили ничего не подозревает. И я, честно говоря, сама, ребят, не знаю, вот как она на это отреагирует. Будем смотреть по обстоятельствам. Вот, честно, до сих пор не знаю, что делать. И как дальше закрутить сюжет. Вот, честно, как на это отреагирует Лили. Может быть, она примет внука, примет... Ну, внука-то она в любом случае примет. Она, в смысле, примет Вики. И согласится жить с ней под одной крышей. А может быть, скажет нет. Ну, посмотрим. Так, давайте мы дадим Лили задание что-нибудь готовить. Вот, приготовить какое-нибудь изысканное блюдо. Вот, и будем отправляться в другую семейку. Хотя, наверное, если мы сейчас отправимся в другую семейку, она, наверное, бросит, ничего не приготовит. И ремонтник, наверное, вообще не придет. Ну, да ладно. Доброе утро, Эйприл. Давайте посмотрим, сколько там Эйприл осталось до старения. То есть, не до старения, а до смерти. Ну, в принципе, время у нее еще есть. И Джаред немножечко постарше. Ну, Лили, конечно же, умрет раньше всех, к сожалению. Так, все, ребят. Я тогда выхожу в управление городами. Вот. И мы будем играть уже с семейкой Глорией. Как, в принципе, и нужно. Потому что мы играем по очереди. Один день. Одну серию семейка по линии Маркуши. И еще другая серия, это уже серия по семья по линии Глории. Так, какой Глории? Лорочки. В общем, отправляемся сюда. Кстати, дома не все у нас почему-то. Дастин не дома. Короче, ладно, давайте включимся на того, кто дома. Интересно, что это за шапочка такая у Элли. Я эту шапочку не видела. Да, кстати, многие писали не очень хорошие комментарии по поводу прически Лукаса. Вот. И хотят ему вернуть кудряшки. Ну, я хотела тоже кудряшки, но нет таких вот прям кучерявеньких волос, к сожалению, для мужчин. Я не нашла. Поэтому вот выбрала ему такую прическу. Итак, мы уже зашли в домик. И оказывается, у Элли есть такая шапочка. Я даже и не помнила. Это, наверное, ее одежда для спорта. Я не знаю, может быть, она с пробежки прибежала. Когда я зашла в семейку, она у нас стояла тут. И все, в принципе, тоже были здесь. Вся семейка в сборе. Наверное, Элли у нас спортом занималась. Вот. Но сейчас, к сожалению, наши подростки должны идти в школу. Поэтому Лукас и Элли сейчас же туда отправятся. Да, они отправляются в школу. Остальные все остаются дома. Потому что остальные больше никто у нас не работает. Так, Кэн. Кэн, ты не знаешь, что тебе делать? Смотрите, он хочет сам поцеловать Глорию. Ну, хочешь, так иди и поцелуй. Так, у нас там сломался холодильник. Поэтому Дастин пошел его ремонтировать. Также у нас сломался. А точнее, сломал его кое-кто кукольный домик. И Дастин тоже будет его ремонтировать. Смотрите, Кэн прям в туалет зашел, чтобы Глорию поцеловать. Ой, смотрите, как быстро Дастин подчинил холодильник. Вообще уже супер просто мастер. Сейчас же так быстро, я думаю, починитый домик. Вот, Кристал у нас занимается уборкой. Ага, уборкой она занимается. Вообще, когда я зашла, было очень много грязной посуды. Ну, вот, в принципе, давайте продолжим делать бисквитный торт. Это нужно все поставить на место, чтобы еда не пропала. И я не пойму, Кэн уже больше не хочет целовать Глорию? Да, точно он передумал. Он больше не хочет Глорию целовать. А Глория такая размечталась. Думала, что сейчас Кэн к ней прям побежит. Фигушки, не побежал он к себе. Так, ребят, у нас тут проблемы с садом. Чего-то не приходит к нам садовник. Я думаю, что сейчас... О, нет, есть действие нанять профессионального садовода. Ну, давайте его наймем. Потому что, когда я только зашла в игру, у меня почему-то не было этого действия. Теперь оно есть. Я просто не хочу тратить время на уход за садом. Потому что навык садоводства нужен только Элли. А Элли у нас сейчас в школе. Поэтому сейчас мы наймем садовода, который придет и поухаживает за растениями, за нашими. Вот, а потом уже будет садом заниматься Элли. Давайте добавим птичий корм. И, в принципе, как такового, я ничего не планировала на эту серию, в эту семейку. То есть, планировала что-то вроде как семейной домашней серии. Вот, чтобы все побыли дома. Давайте жирульку на всякий случай накормим. А то совсем недавно она у нас лукаса съела. Вот, чтобы больше такие не повторялись ситуации, мы будем ее почаще кормить. Вообще, жирулька давно никого не ела. И вот, как бы, до лукаса, до предыдущей серии, уже, наверное, серии там 100, может быть, 70 точно никого не съедала. Вот, пришел садовник. И, наверное, сейчас нам все сделает хорошо, да? Польет все растения, чтобы сад был у нас в отличном состоянии. Так, и смотрите, поцеловать сама идет Глория. Не дождалась она поцелуя Кэна и решила взять инициативу в свои руки. Смотрите, она у нас похудела, такая красивая, симпатичная. И вот, видите, пытается наладить с Кэном отношения. Ну, в принципе, у них, как бы, все уже пошло получше теперь, да? Если они ругались раньше, Кэн все время наезжал на Глорию из-за ее полноты, то теперь Глория у нас похудела. Вот, купила себе туфли новые, говорит, вот теперь очаровательная такая дама. Вот, и как-то, ну, получше у них теперь дела с Кэном. Давайте мы заняться в уху в сауне сделаем действие. Давно в сауну не ходили. А что она у нас просто так стоит? Вот, пусть Кэн с Глорией туда сходят. У них сейчас, кстати, отношения очень хорошие. Но я, как вам говорила, они у нас будут все равно периодически ругаться, периодически ссориться, потому что... Ой, смотрите. А вот у Кристал с Дастином, наоборот, все отлично. А что это такое? Это глина? Я думала, что ты ему показываешь, что ты приготовила какой-то пирог не очень хорошего качества. Так, ну и Кристал, в принципе, с Дастином тоже могут, например, сходить, например, в джакузи, тоже сделать в уху. Пока дети все в школе, никто никому не мешает. Родители могут отдохнуть и побыть друг с другом. Вот, Глория и Кэн у нас отправляются в сауну, а Кристал с Дастином у нас пойдут в джакузи. Так, мне что-то показалось, что звук такой, как будто зачатие ребенка было. В Sims 4 такого звука нет. Ну, то есть, когда зачатие происходит, звука никакого нет. Так, ну давайте в джакузи их отправим. О, кстати, ребята, мы можем джакузи улучшать. Давайте мы добавим сюда стереосистему. Короче, потом займутся в уху. Вот, точно, я забыла, джакузи же можно улучшать. Мы можем сюда добавить, по-моему, какое-то аромамасло. Кстати, уже есть действие, да. Мы уже, значит, добавили ароматерапию. Давайте мы и повысим прочность, чтобы реже ломалось. У нас в джакузи, хотя я не помню ни одного случая, чтобы оно у нас было сломано. Вот, и Кристал, давайте она у нас... Кстати, давайте немножко покатаемся на водной дорожке. Вот, кататься. Ну, пусть сама покатается, просто одна. И Глория и Кен, я думаю, что уже в уху, после в уху, могут тоже прийти и тоже здесь покататься. Например, даже поисполнять трюки на дорожке. Кен пусть присоединяется или просто, например, посмотрит. Короче, ладно, пусть тоже делает трюки на дорожке. Вот, пока Дастин у нас сделает улучшение для джакузи, и потом все туда залезут и расслабятся немножко, пока дети в школе. Хотя через час уже детки вернутся и недолго им расслабляться. Такая вот прикольная водная дорожка. Я думаю, что нужно ей иногда пользоваться. У симов от нее хорошие мудлеты, если, конечно, они только не падают. Когда они падают, мудлеты у них не очень хорошие. Так, видите, они даже не сняли полотенце, как были в сауне, так и пришли. Давай, иди сюда, Кристал. Давай, приготовь чего-нибудь для всех. Что-нибудь на гриле, например, сделай что-нибудь такое интересное. Сделай печеные фрукты. Давай, Дастин, быстрее заканчивай улучшение. Я бы хотела, чтобы все взрослые у нас посидели в джакузи. Видите, Глория с Кеном уже катаются. Глория, давай, не стесняйся, тоже присоединяйся, наблюдай. Ну, понаблюдай, как твой муж сейчас будет лететь. Ну, нормально, он катается, вроде бы не упал. Наверное, это все от навыка спорта зависит. Кристал приготовит фрукты, потом все посидят в джакузи, поедят. Если, конечно же, дети придут, не придут, и все им это не перепортят. Ну, в принципе, дети уже взрослые, они подростки, и как бы могут тоже со взрослыми нормально, ну, не то что общаться, но проводить время. То есть, они уже не настолько маленькие, что с ними там нужно играть. Так, давайте я не буду делать второе улучшение. Мы просто добавим стереосистему, чтобы была музыка. Да, Дастин? Сейчас включим музыку. Так, нам написали, что все, с вас 144 семиллиона. То есть, я так понимаю, что сад у нас в хорошем. Ага, а жуки? Ну, козел, блин. За что мы эти деньги платим? Ребят, он нифига не сделал. Он, ну, это ужас какой-то. Повсюду жуки. Ой, мама дорогая. Ну, сорняки какие-то, растения не политы. Давайте мы отправим собрать весь урожай Элли и будем ухаживать за растениями, потому что нашей Элли нужен навык садоводства. Она будет ухаживать дальше за этим садом. Вот. Ну, остальные Лукаса попросим убрать посуду. Почему бы и нет убрать и помыть? А взрослые будут в джакузи сидеть. Все, я вижу, что Дастин уже добавил улучшения. Давайте дадим задание Глории залезть, Кристал залезть. Пусть залезает Кен и пусть залезает Дастин. Вот. Взрослые посидят, расслабятся в джакузи. Хотя Дастин почему-то предпочел телескоп. Но я думаю, что телескоп не так интересно, как джакузи. А Элли немножко позанимается садом, потому что садовник оказался у нас какой-то наглый. Тем более, вот сейчас она соберет урожай. Я думаю, что цена плодов достаточно высока будет, и мы заработаем неплохую сумму. Потому что деньги в этой семье нам нужны. У нас сейчас только 23 тысячи, а это, к сожалению, не так уж и много. Ну что, вы уже залезли в джакузи? Кстати, уже день, да? Уже 15 часов. Ну да, детишки со школы пришли. Вот. Ну, а взрослые дальше продолжают расслабляться. Так, как-то они сели неправильно. А, нет, все правильно сели, я чуть перепутала. Вот, Кен прям заснул. Давайте дадим задание, пусть общаются. Глория решила вылезти. Давайте брызгаться. Глория, присоединяйся с Кеном, пообщайся. Это замечательная возможность опять повысить с ним отношения. Вот, что-то она решила, наверное, Лукасу сказать, спросить, как у Лукаса дела. А у Лукаса дела не очень хорошо. Его недавно съела жрулька, поэтому настроение у него на нуле. Да, все вспоминает о том, какая жрулька прожорливая, его проглотила. Но, слава богу, выплюнула. Вот. Ну, взрослые наслаждаются жизнью. Ну, взрослым тоже нужно отдыхать. Вот, давайте дадим задание брызгаться. Сделаем несколько скринов. Лукаса тоже можно пригласить в джакузи у нас. Ну, Глория, ну что ты? Ты, наверное, Лукасу что-то очень важное хочешь сказать, да? Давай тогда Лукас тоже залезет в джакузи, и ты с ним поговоришь. Вот, а Элли, бедняга, ухаживает за садом. Все в джакузи сидят, все купаются, наслаждаются теплой водичкой, а Элли в саду. Ну, я думаю, что Элли, в принципе, тоже нравится сад. Она в бабушку пошла немножко, в бабушку Шарлотту. Что такое? Давай прополоть и посмотрим, урожай у нас есть или нет. Смотрите, у нас есть урожай. На 300 симмолеонов мы продадим морковку, яблочки 300, маловато. Я надеюсь, что сейчас виноград будет дорогой. 9 тысяч, ну это хорошо. 9 тысяч, это неплохо. Так, почки бонсая 500 симмолеонов. Вот, на 3 тысячи мы инопланетное растение продаем. Фруктончики вообще очень дешевые, я их просто, ну, можно сказать, для красоты. Для красоты, наверное, оставила. Потому что, как бы, особой нужды во фруктонах у нас нет. Они были нужны для испытания. Вот, но испытание было еще весной. Ну, я думаю, что просто пусть растут у нас эти растения. Они, в принципе, довольно-таки интересные, симпатичные, светятся так. Правда, у нас их слишком много. Вот, но зато такое вот ощущение сада появляется. Хотя, лучше, наверное, посадить нам яблони или какие-то такие растения. А вот один или два фруктончика оставить. Наверное, я потом так и сделаю. Так, ну что, повылазили у нас взрослые из джакузи. Да, уже потихонечку вылазят. Давайте мы... вылезают. Давайте всех пригласим к столу. Вот, пусть все присаживаются, поедят на воздухе. Слава богу, у нас есть вот такая вот замечательная зона. Можно сказать, даже дача. Вот, ну, хотя я в будущем, наверное, буду и планировать дачу для этой семейки. Но с таким вот задним двориком нам, честно говоря, и дача не особо нужна. Вот, ну, просто дача для разнообразия, чтобы... Ну, чтобы был еще один домик, куда можно приехать. Так, ну что же, ребят, я, наверное, на этом буду заканчивать серию. В этой серии мы сделали очень важное событие. Мы запланировали шестое поколение. Это было очень важное событие. У нас скоро родится ребенок. Вики беременная. Мы видели у нее в облачке... В облачке мысли погремушку. Это значит, что она беременна. И это очень хорошо. Вот, теперь нам нужно только ждать реакцию Лили. Опять же, повторюсь, я не знаю, какая у Лили будет реакция. Потому что я сама еще не придумала. У меня есть, я не знаю, несколько вариантов развязки этой ситуации. Некоторые хорошие. Ну, в плане для, не знаю, для Вики, если так говорить. Некоторые не очень. Я не знаю, вот как получится. Честно, я часто многое планирую. Но иногда просто игра сама подводит меня совсем в другое русло. И приходится принимать другие совсем решения. Так, Элли наконец-то решила присоединиться к взрослым. Давай тоже бери порцию. Она у нас сама бежит, чтобы взять порцию печеных фруктов, которые приготовила ее мама. Кстати, Кристал, нужно тоже немножко нашу Элли научить готовить. Я очень хочу... Ну, куда ты пошла? Ну, сядь-то со взрослыми. Ну, что же это такое? Иди присядь к семейке. Со всеми посиди. Вот с мамой рядом сядь. Правда, тут не порция печеных фруктов у нее. Вот, давайте поближе к ней поставим, чтобы она взяла. Вот, потому что это намного интереснее. Они были испечены на гриле. Вот, садись. У Кена, по-моему, какая-то болезнь. Да, уже заболел. Нужно тебе срочно к Эйприлу, к доктору Эйприлу, чтобы она тебя исцелила. Вот. Короче, будем ждать. И я не знаю, как там все получится. Но главное, что родится скоро шестое поколение. И у нас появится в семье новый Стыкеленбург. И это всегда радость. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. И всем пока.